Обнинск Приблизить качественную, высокотехнологичную, мирового уровня офтальмологии к нуждающимся в ней пациентам, эту цель основателя системы МНТК Академика Святослава Николаевича Федорова приветствовали и представители местных властей, и жители Наукограды и близлежащих городов области. Ведь восстановление зрения по самым современным, высоким технологиям стало еще доступнее. Мощности и возможности Огненского лечебно-диагностического отделения сразу рассчитывали и на интерес пациентов из Подмосковья и Новой Москвы. Учитывая большое внимание к новому медицинскому учреждению федерального уровня, отделение МНТК в первом Наукограде страны создавалось по высшему формату специализированной помощи пациентам. Руководству Калужского филиала удалось воплотить в подразделении все идеологические позиции помощи пациентам, присущие знаменитому Федоровскому комплексу. Для отечественного здравоохранения эта система уникальна. И в Огненске, и в Калуге, и в других подразделениях МНТК диагностика и лечение пациентов проходят по единой технологии на идентичном оборудовании единой бригады микрохирургов. Универсальна и методика маршрутизации пациентов. В одном месте быстро и высоко технологично решаются проблемы пациентов. Им остается только утвердиться, где удобнее получать лечение. Был выбор или Калуга, или Москва, или в Огненске, но когда я узнал, что в Огненске та же калужская бригада приезжает, ну очень удобно в Огненске получается. Очень понравилось, тепло относятся после операции. Да, не бросают, следят, бедят, очень хорошие врачи. Прежде чем попасть на консультацию к врачу, пациент проходит ряд необходимых диагностических исследований. Именно полученные объективные данные о состоянии здоровья органов зрения позволяют врачу поставить диагноз и назначить лечение. И эта схема делает первичный прием максимально продуктивным. Здесь у нас все очень четко и грамотно построено. Проверка зрения, рефракция, коррекция, далее диагностика в следующих кабинетах. Врач уже получает полную картину пациента и в дальнейшем уже может заниматься консультацией и осмотром пациента. Мы подобрали много идеологических факторов, которые внедрили в Огненске. Мы сделали систему диагностики, такую же диагностическую линию, как в МНТК. Эта технология, которую Шеф разработал, она универсальная и уникальная. И я думаю, что она еще недооценена нашей системой здравоохранения, когда точно такую систему диагностическую можно внедрять в любых клиниках. Диагностическая линия в МНТК построена по принципу потока. Все оборудование собрано в одном месте, и пациент переходит от одного аппарата к другому, не покидая кабинета и не высиживая в очередях. Приборы максимально автоматизированы, практически бесконтактны, выдают наглядные результаты всех измерений. Кроме данных о физиологическом состоянии глаз, проводятся исследования функциональных параметров органов зрения. Современное диагностическое оборудование универсально, приспособлено и для людей с ограниченными возможностями, и для детей. Медсестрам очень часто приходится уговаривать, какие-то фантазии свои подключать, для того, чтобы ребенку уговорить, не бояться, что это нужно обязательно сделать. А сейчас это настолько проще, не надо переживать за пациентов. То есть это все комфортно, безболезненно, бесконтактно. Процесс совершенствования технологий диагностики и лечения в клинике Федорова никогда не останавливается. И на это есть главная причина. Все делается во имя и ради пациента. Люди становятся все более грамотными, подкованными в современных возможностях медицины и заинтересованными в самом лучшем и быстром варианте из лечения. От медицинских работников при этом требуется полная отдача знаний и опыта, постоянное совершенствование и освоение нового. Конечно, осваивать приходится, а потом им становится легче. Как-то и быстрее, и результативнее. И по пациентам видно, что им нравится. Там процедуры безболезненные. Это некоторая особенность работы в клинике МНДК микрохирургии глаза. Здесь нужно быть все время на высоте, нужно быть всегда в тренде. Надо всегда знать последнее слово в той или иной области офтальмологии, чтобы помочь пациенту разобраться и оказать ему максимально качественную услугу. Быстро и быстро войти в строй. Хорошим мотиватором для своевременного обращения пациентов с катарактой или аномалиями рефракции стали тематические благотворительные приемы, проводимые в отделении. Для удобства пациентов в Облинское лечебно-диагностическое отделение МНДК приезжают консультировать ведущие хирурги из Калуги. И в местном отделении к ним бывает попасть на прием даже проще, чем в калужском филиале. У нас очень много всегда пациентов на приеме. И это самые разные вопросы, начиная от самых обычных, рядовых, до решения вопроса о хирургическом лечении, достаточно серьезном. Мы знаем, какого пациента куда направить и как ему оказать правильную помощь, чтобы он не остался без внимания и лечения. Мы находимся в Облинском отделении в разгар операционного дня. Каждую неделю полтора десятка пациентов избавляются от необходимости носить очки или контактные линзы при близорукости. Ведущий хирург из Калуги осматривает и общается с пациентами до лазерной коррекции зрения, а в операционной в полной готовности оборудование фемтосекундные и эксимерные лазеры. Новейшие технологии появились, вот фемто-лазерные технологии, лессики, катаракты, фемто-катаракты. Новое оборудование завезли в отделение. Усовершенствуется все отделение, куда лучше становится. Это облегчает и ускоряет процесс операции. Пациенты перед операцией, хотя и испытывают волнение, но твердо знают, что все займет лишь несколько минут и не потребует от них никакого напряжения. Зато итогом будет хорошее качество зрения. Больше не будет этих постоянных поисков очков и надевания линз по утрам. Просто надоело уже. Особенно, когда ты не любишь носить очки. Доверие есть сейчас врачу? Да, все-таки это федеральная клиника, поэтому о многом говорит. Изменится ваша жизнь без очков? Конечно, изменится. Это не надо будет очки носить, не надо будет тратить покупать линзы. Все эти проблемы уйдут. Стану новым человеком. В операционной обнинского отделения МНТК действительно делают мечты о счастье былью. А в чем заключается счастье врача, избравшего своей профессией возвращение людям зрения? Наверное, наблюдать, как пациент становится довольным и радостным. Они не знают, что такое, не забывают, что такое видеть хорошо. И вот эта их реакция, когда они рассказывают, что они видят каждый листочек, каждый цветочек на дереве, она дорогого стоит. И всегда интересно увидеть этот момент, как они прозревают. Символично, но именно жители Обнинска были одними из первых прооперированных с помощью фемтосекундного лазера, когда инновационный аппарат только начинал трудовую вахту калужских офтальмологов. Семейная пара, научные сотрудники Института медицинской радиологии, оценив преимущество новой фемтосекундной технологии, ухватились тогда за возможность быть чуть ли не первопроходцами на пути прогресса и радовались полученным результатам. Неудивительно, что пациентов из Обнинска с присущим им высоким интеллектуальным уровнем выделяет стремление получить все самое лучшее для своего здоровья. И если им дается возможность выбора, отдают предпочтение именно высокотехнологичным методам лечения, лазерным методикам, искусственным хрусталикам последнего поколения, которые позволяют одинаково хорошо видеть и вблизи, и вдали. Докторам легко говорить с такими пациентами на равных, и позиция поиска выгод для каждого конкретного пациента вызывает полное доверие. Ну, сразу на следующий день было вот такое чудо, что я открываю глаза, я вижу часы, время. Я раньше не видела без очков. К окну подошла, дом напротив, я вижу, что в окнах люди. То есть, прям, вот, конечно, очень здорово. Понравились, очень доброжелательные люди, несуетливые, вот нет такой суеты, нету грубости, никакой жесткости. Все вовремя. Когда врач видит результаты хирургии, когда это проходит быстро, безболезненно, без осложнений, пациент после операции на следующий день приходит и говорит, что был бы у меня третий глаз, я бы и третий глаз прооперировал. Конечно, уверенность в технологии, поэтому, осознавая результаты, уверенно предлагаешь технологию пациентам. Гордостью Обнинского отделения Монтыка несомненно является сплоченный коллектив. Четыре врача изо дня в день ведут прием порядка ста пациентов. Им в помощь медицинские сестры, инженеры, обслуживающие интеллектуальную технику и администраторы. Большая часть коллектива работает все 10 лет, и это наилучший индикатор преданности своим пациентам. Десять лет пролетело прямо вот на одном дыхании. И все с вашим участием? И все с моим участием, да, с открытия я работаю. Пациентов я люблю, особенно которые у нас ходят постоянно, я их по фамилии, им очень приятно, когда я их узнаю, сразу уже карту даю. Вы что, меня запомнили? Я говорю, да, конечно. Рассказывают, бывает, всю жизнь. Особенно по телефону любят поговорить. Очень много благодарности говорят. Такие врачи замечательные, а какие хирурги, а какие руки золотые. Радость в глазах, просто вообще такое удовольствие, вот у них прям видно, как они довольны всем. Уже на основании первого десятилетия работы можно с уверенностью сказать, что успех Обнинского отделения МНТК имени Федорова превзошел ожидания. Если за 20 лет до открытия Обнинского подразделения в Калужском и МНТК сделали всего 5000 микрохирургических операций Обнинцам, то за минувшие 10 лет в отделении выполнено уже 27,5 тысяч операций, 130 тысяч пациентов обратились сюда за консультацией. Проведена колоссальная работа всем коллективам Калужской клиники Федорова. Во всем мире имя Федорова это уже стало брендом, качество, залога здоровья, залога хорошего зрения. Мне кажется, только клиника Федорова может объять необъятное, и причем с хорошими результатами. Вернуть людям зрение, чтобы они могли достойно жить и работать. Мы с гордостью говорим о том, что наш Обнинский филиал, он занимает достойное место в оказании высокой специализированной и технологичной медицинской помощи по глазным болезням. Хороший дух, правильная идеология, правильное понимание целей и задач. У нас большие планы по дальнейшему развитию нашего подразделения в Обнинске. Вот таким запомнится отделение МНТК имени Федорова в Обнинске в канун своего десятилетия. А завтра здесь начнется новый день по возвращению зрения, и голос администратора участливо произнесет. Добрый день, МНТК имени Федорова. Слушаю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!